Татарская школа Яктылык, где помимо общеобразовательных дисциплин, детям преподают и культуру народа. Здравствуйте, Радик Равгатович. Здравствуйте. Когда была создана школа Яктылык и в чем была необходимость ее организации? Наша школа начала существовать еще с 89-го года. По инициативе областного татарского общества Тугантель, по инициативе нашего первого директора Хариды Габдулзиановны Дашкиной начала работать воскресная школа. И в прошлом году мы отмечали 25-летний юбилей нашей воскресной школы. Потом это был класс, два класса, с 7-го по 11-й класс. А вот как полноценная школа с 1-го по 11-й класс, мы начали свое существование с 97-го года. В нашей школе на сегодняшний день обучается 454 ребенка. Кроме детей татар, у нас обучаются и другие национальности. Если брать в процентном соотношении, где-то 85% у нас детей татар учатся, остальные у нас есть русские, есть евреи, есть киргизы, узбеки. В чем специфика образовательного процесса при наличии этнокомпонентов, то есть языка национального, литература, культура? Все предметы у нас преподаются на русском языке, как и во всех школах Самары. Добавляются предметы татарский язык, татарская литература за счет уроков, которые выбирает само образовательное учреждение. Наша школа имеет статус учреждение с углубленным изучением отдельных предметов. Мы углубленно изучаем наш язык. И, конечно же, кроме уроков, воспитательная работа, внешкольные занятия у нас построены по этому принципу. То есть танцы, пение, естественно, песни татарского народа, хореографии. Также у нас работают, например, спортивные секции борьбы, куряешь национальный вид. Поэтому вся воспитательная работа построена по этому принципу. Татарский язык ребята учат с первых классов. Для самых маленьких занятия проводят в игровой форме. Причем за успехи награждают, чтобы был стимул к учебе. Даже в начальной школе по итогам года чествуют медалистов. Это новшество ввели в прошлом году. Результатами профессионализма преподавателей и такого чуткого, бережного отношения к учебному процессу становится достижение учеников. Этот год у нас успешный еще и в том, что на международной олимпиаде по татарскому языку наша сейчас уже выпускница, ученица 11 класса, Норизиана Вайгуль заняла третье место. Это большой успех. Принимало участие огромное количество детей из не только разных регионов нашей страны, но и из-за рубежа. Проходило это в Казани. Было 12 различных стран. Из Японии были, из Финляндии были, из Казахстана были. Мы выполняли письменную работу и потом мы представляли себя, свой город, свой народ. Я рассказала, конечно, наших героев. Однако целыми днями просиживать за учебниками ребят не заставляют. Уже больше семи лет дети в школе танцуют. Творческий коллектив известен не только в Самаре, но и за пределами области. Народные танцы тоже часть образовательного процесса. Здесь зашифровано гораздо больше, чем просто физическое развитие ребят. Мы через народный танец можем узнать о традиции народа. Мы узнаем костюм татарского народа, то, что у девочек это шаровары, длинное платье, колено, либо фартук, либо жилетка, головной убор обязательно, колфак, сапоги, чтыкляры. Тем самым, так дети знакомятся через татарский народный танец с культурой татарского народа и знакомятся с обычными традициями татарского народа. Например, вот есть каазы мессе, где по осени общипывают гусей, собираются, значит, в домах, и вот на этой традиции можно поставить танец. Еще через татарский народный танец передается характер народа. Это где-то более скромный, где-то более шуточный, игривый. Самое главное еще в татарском народном танце, и в каждом народном танце, отношения между мальчиком и девочкой. Как они должны уважительно подать руки, как девочка должна немного стеснительно положиться ему на руку, можно посмотреть, можно не смотреть на него. В общем, где бережное отношение воспитывается уже вот с такого возраста. В репертуаре не только народные, но и современные танцы. Их готовят к танцевальным фестивалям. Совсем недавно ребята вернулись из Топсе, где стали лауреатами международного конкурса. До этого привезли гран-при из Польши. Не так давно в школе Яктылык создали этнографический музей, где попытались воссоздать интерьер сельского дома. И наполнили его по-настоящему историческими экспонатами, многие из которых привезены из сел Самарской губернии. А экскурсии в музей проводят сами школьники. Татарская национальная одежда издавна считается одной из самых красивых и самых удобных нарядов. Основу женского и мужского костюма составляет рубаха, кюльмяк и штаны. Штаны с широким шагом были очень практичны. В них было удобно работать, а также садиться по-турецки. Одним из элементов татарского национального костюма является нагрудник, кюк рякча, чтобы первый тяжелый взгляд падал на красивые украшения. Мужские головные уборы делятся на два вида. Домашние нижние и выходные верхние. К нижним относятся тюбетейка. Тюбетей она представляет собой маленькую шапочку, одеваемую на макушку. Поверх нее одевались различные матерчатые шапки и меховые бюрек, волочные шляпы, тулая шляпя и ритуальные уборы, щелма. Яркие узорчатые тюбетейки одевали молодые, а более скромные старики. Татарская женская и мужская обувь друг от друга отличались орнаментом, голенищем и каблуком. На босу ногу у татара одевали шерстные носки и сукону и чулки. Чулки изготавливали из самодельного белого сукна. Молодые парни поверх сапог одевали вышитые наголенники. Кожаные сапоги, это сапоги до колен, сделанные из мягкой кожи, с мягкой подошвой. Обычно их носили мужчины, носили их и женщины, только они у них были короче в этих местах и без отворотов. Праздничным вариантом у женщин были кайоши тейк. Они были выполнены в традиционной технике кожаной мозаики. Рабочей обувью у татар считалась лыковая обувь, шабата. Сундук – это важная часть мебели татар. По обычаю она составляла часть приданного невесты. Красиво украшенные сундуки были особой гордостью мусульманки. Они были обиты железом по бокам, вообще состояли из самого дерева, металла и национальных росписей. В них хранились как полотна различные, так и вещи, приспособленные для самих сундуков. Также был отсек для специальных украшений девушки. Красиво украшенный сундук хранился в передней части дома. Откуда этот сундук? Этот сундук из Елховского района нам подарила первый директор школы. Вот тут украшения интересные. Это уже современного просто так изобразили? Или тут есть что-то из национальных украшений? Из национальных. Вот, допустим, вот это. Что это такое? Это вплетали в косу девушки сзади. И вот эти вещи, они свисали вот так аккуратно и были как особый роспись. Это тоже что-то из деревни привезенное? Да, это нам также подарили. Ну, сейчас уже, конечно, монетки утратили свою ценность, но в основном тут лежали серебряные монетки. Это у нас сектор, как называется? Это сюжетный зал. Сюжетный зал. Что здесь расположено? Да, я сейчас расскажу. В конце 18 века, в начале 19 века, татарский дом делился на комнаты и зоны. В нашем сюжетном зале представлено спальное место, отделенное современной хлопчатой бумажной тканью с характерными национальными узорами чар-шау. Деревянная кровать Агач-Сяке была универсальной мебелью. Ночью на ней спали, а днем все красиво складывалось и убиралось на сундук. Весной, когда щипывали гусей, середины кровати убирались доски и привязывали полок. Туда и бросали пух молодые девушки. Делая это, они напевали песни. Рядом с кроватью висела зыбка для младенца, покрытая яркой тканью щебалдык. Яркой, потому что первый глазливый взгляд падал не на ребенка, а на ткань. Также недалеко от кровати стоял стол, за которым вся семья завтракала, обедала и ужинала. Сначала за стол садились старшие и кушать начинали только с их разрешения. Главным атрибутом стола была садломка с солью, самовар и национальное блюдо. Ткань такая яркая, это был оберег для ребенка, чтобы никто не сглазил. Девчонки, как думаете, комфортно было жить в таких условиях людям? Я думаю, да, было комфортно, так как деревянная кровать, она была очень большая, на ней также и кушали. И когда днем родители уходили на работу, оставалась бабушка. Она сидела-прила, а вокруг дети играли, потому что было очень много места. Ну и рядом стоял стол, висела зыбка, все было под рукой, я думаю, было удобно. Тут, я понимаю, домашняя утварь какая-то представлена. На стенде представлен серб, например, урак, металлический, с деревянной ручкой. Он служил для сбора зерновых культур и травы. Для хранения зерновых культур, травы, а также муки, мяса, льна и меда были катки, кадушки. Он кисмаге. В больших кадушках хранили мясо, муку, лен. А в кадушках поменьше хранили мед и топленое масло. Роевня Мартайжи и Тубалы, она служила для перемещения роя пчел в улей. Когда пчелы роились в одном месте, чтобы переместить их в улей, пчеловод брал перо, крыло. Этим крылом он с ветки или с какого-либо места пчел собирал в роевню. Потом роевня накрывалась плотной тканью и обматывалась вокруг, чтобы пчелы не разлетелись. Эту роевню помещали в подвал, в темное место, чтобы пчелы успокоились. А после этого их помещали в улей. Также у нас есть культа дырмене, круподерка. С помощью нее перемалывали зерно. Она состоит из двух массивных кругов и жерновых. Для взбивания масла использовалась маслобой. Взбивалась она с помощью крестника, палка, имеющая на конце крестовину. Здесь у нас стилизованный печь, да? Да. Это татарская печь. Татарская печь отличается от русской тем, что есть вторая топка и место для казана. В казане готовили суп или другие национальные блюда. После того, как вычерпывали суп из казана, казан три раза мыли и наливали воду. Таким образом, весь день была там теплая вода. Казан – это традиционная татарская посуда, да? Даже много легенд соввязанная. Почему именно такая посуда была у татар актуальна? В чем преимущество его перед кастрюлей? Ну, во-первых, это было все чугунное, держало долго тепло. И как бы татарские национальные блюда готовились там очень вкусно, так сказать. А какие блюда? Суп, аш, вот. Также готовили там плов. Погружаясь в национальную культуру, да еще в окружении добрых друзей, почти домашней атмосфере, ребята открывают в себе и новые таланты. К примеру, поэтический. Это стихотворение о том, что если мы даже живем в разных частях мира и разговариваем на разных диалектах, мы все едины. Мое стихотворение посвящено памятнику, который находится в моем родном селе. Памятник посвящен тем солдатам, которые ушли на фронт. Недаром школу назвали Ектылык, что означает свет. Здесь царит очень светлая и теплая атмосфера. Чувствуется дружба между преподавателями и учениками. Ну а о культуре и традициях других народов многонациональной Самары мы узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго. До новых встреч.